Постоянная налить варки между двумя подъездами превратила проход в каток, а с крыши периодически падают огромные сосульки. С этой проблемой жители дома на Московской, 21, живут уже много лет. В руках Елены Ивановны целая стопка макулатуры с отписками городских и областных инстанций, а результата нет. Каждую зиму история повторяется вновь. Отчаявшись решить проблему, Саровчанка обратилась в нашу рубрику. Сливы нету, вода идет, летняя грязь вся на наши головы льется. Зимой оттуда глыбы на головы тоже летят. Я бы не обратилась никогда к ним, если бы в прошлую зиму такая глыба вместе с трубами полетела перед носом. Была вынуждена просто, стресс прошел, думаю, да что это такое, что над нами издеваются. 20 лет. За разъяснением ситуации мы обратились в МУП-центр ЖКХ. Его сотрудники отреагировали оперативно. Уже на следующий день проход временно закрыли для безопасности местных жителей. Наледь в нем образуется из-за неправильно установленного слива, из-за которого вода льется под ноги и сам дом в период оттепелей, сообщили в центре ЖКХ. Переустановить ее должен владелец здания, к которому она прикреплена. Вот только нежилое помещение простаивает пустым долгие годы, а его владелец недавно скончался. Мы пока временно проход закрыли. Сейчас вместе с ДГХ и КУМИ будем искать правоприемник этого здания и будем решать параллельный вопрос по обслуживанию. То есть, или договор будем с ним заключать, или будем кого-то заставлять, то владелец. То есть, мы будем держать на контроле. Держать на контроле эту ситуацию будет и наша редакция. Если у вас похожая ситуация, а управляющая компания бездействует, обращайтесь в нашу рубрику «Городской дозор» по номеру 37200. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей и Саров, 24. Служба новостей и Саров, 24.